В списке в основном злостные неплатильщики. У некоторых более десятка просроченных квитанций. Причем все они предпочитают скрываться от судебных приставов. Тише, вы сейчас упуете. Тураев! Двери подойди. Вручить постановление лично – большая удача. Чаще всего задолжников отдуваются родственники или соседи. Еще один адрес. Попасть не так просто. Судебные приставы признаются. Должники, с которым приходится работать, часто бывают агрессивными и невменяемыми. Зайдя в подъезд по улице вокзальной, алименщик встречал нас прямо на пороге своей квартиры. В начале восьмого утра ему идти куда-то явно не хотелось. По словам соседей, мужчина употребляет спиртное регулярно. Живет в квартире с матерью, но она выгнала его и не пускает домой. Служба доставила правонарушителя в здание городского отдела судебных приставов для составления протокола. Так как нарушитель находился в алкогольном опьянении и не мог самостоятельно ознакомиться, были приглашены понятые. Составляется протокол административного правонарушения по статье 20.25 по неуплате штрафа административного в размере 1000 рублей по постановлению мирового судьи в воспрепятствии законной деятельности судебного пристава 17.8 КУАП. Должник не оплатил в установленный срок 60-дневный штраф. В отношении его составляется протокол административного ответственности. Должник отказывается от подписи. Вы, как понятник, здесь об этом. Подпись и расшифровка. По словам приставов, задолженность составляет всего 1000 рублей. Вроде сумма небольшая, но почему-то платить он просто не желает. Но можно с уверенностью сказать, что наказание последует. Сегодня составлен один административный протокол. И должник сейчас будет доставлен в суд для рассмотрения данного протокола. По статье 2025 Кодекса административного правонарушения предусмотрена следующая ответственность. Штраф в двойном размере, либо до 15 суток лишения свободы, либо обязательные работы. Судебные приставы рекомендуют должникам уплачивать штраф в установленный законом срок 60 дней. А лучше стремиться быть законопослушным гражданином.